Военнослужащих и суворовцев ждут льготы. Закон о новых формах поддержки одобрил областной парламент. Причем проект предусматривает льготы даже для членов семей. Все для повышения престижа военной профессии и мотивации к службе Ирины Силкиным. Подробнее. Льготы на проезд, бесплатное посещение музеев и самое главное материальная поддержка. Депутаты соцкомитета законодательного собрания Ульяновской области в первом чтении обсудили возможности введения дополнительных льгот для военнослужащих по призыву. Самые крупные выплаты, которые предусматривают в данный проект закона, это 25 тысяч рублей. Человек, который приходит после армии, устраивается на работу, ему материальная поддержка нужна. Это также в случае заключения брака на территории Ульяновской области для ребят, которые в течение года после службы решат вступить в брак и заключит союз двух сердец. Согласно законопроекту, проходящие военнослужбу по призыву и члены их семей могут получить право на бесплатное посещение музеев, театров и кинотеатров, а также одного из объектов спорта, расположенных на территории региона. Также для них предлагается ввести 50-процентную скидку на пользование поездами пригородного сообщения, бесплатный проезд, включая багаж в муниципальном и межмуниципальном транспорте. Кроме того, в соответствии с документом призывники из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получить право на ежемесячное возмещение в полной мере оплаты за содержание жилого помещения в период прохождения имя военной службы. Поддержка предусмотрена и для супруг военнослужащих. Это ежемесячная компенсация 50% расходов на содержание жилого помещения и его капремонт, единовременные пособия по беременности и при рождении ребенка по 5000 рублей, а также ежемесячное пособие на ребенка в размере 3000 рублей. Я когда служил в армии, такого не было. Сегодня солдат не только отправляют служить полностью экипированной в военкомате, но по возвращении из армии уже ждет их социальная поддержка. Я думаю, что интерес к службе армии будет повышаться и популяризироваться, подниматься будет популярна служба в армии. По оценкам экспертов, на поддержку ежегодно смогут рассчитывать более 2000 военнослужащих. Из бюджета на эти цели потребуется более 54 миллионов рублей. Закон в случае его окончательного принятия вступит в силу в 2021 году. Ирина Силкина, Вести, Ульяновск.